Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Недавно в просторах интернета посмотрел интересное видео и решил поэкспериментировать, все это фейк или нет. Многие утверждают, что существует простой способ легко открыть двери машины, если они нечаянно закрылись и ключи остались внутри. Да, бывают и такие похожие ситуации. Говорят и утверждают, что эти способы подходят абсолютно к любым автомобилям. Я постарался выяснить, так ли это, и попробовал на моем машине Subaru Forester 2020 года. Вот мой ассистент, милая черная собака, она будет свидетелем. Поискал в интернете и нашел три разные, но очень похожие инструкции. Испытал все варианты. Сейчас я покажу первый вариант. И интересно, двери откроются или нет. Итак, вот закрыли двери и имитируем, как будто ключи остались в машине, но на самом деле они будут лежать на крыше для безопасности, если эксперимент не удастся. Инструкция первая. Переднюю пассажирскую ручку двери не трогаем и начинаем сразу с задней двери. Поднимаем, дергаем ручку ровно три раза. Вот так. Раз, два, три. Переходим к другой стороне задней двери и дергаем три раза. Дергаем еще четвертый раз, но держим вот так. Две, три секунды. И потом отпускаем. И передняя водительская дверь. Поднимаем ручку два раза. И все. Машина немного подумает, и двери должны открыться. Но, как мы видим, двери не кроме открылись. Может, это только у меня не открылся на Subaru. Попробуйте, может, у вас откроется. На других машинах. Попробую по второй инструкции открыть дверь. Инструкция вторая. Пропускаем переднюю пассажирскую дверь. И дергаем заднюю правую дверь три раза. Раз, два, три. Другую заднюю дверь дергаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Потом переходим к водительской двери. Вдергиваем один раз и держим две-три секунды. Потом ждем несколько секунд. Мозг автомобиля подумает, и двери должны разблокироваться. Как мы видим, повторяя действия по инструкции из интернета, двери ни хрена не открываются. Третья инструкция. Пропускаем переднюю пассажирскую дверь и дергаем заднюю правую дверь три раза. Другую заднюю дверь дергаем три раза. Четвертый раз чуть поддерживаем немножко. Потом проходим к водительской двери. Выдергиваем два раза. Третий раз держим две-три секунды. Потом сразу видеоргиваем четвертый раз. И двери должны в этот раз открыться. Ну и как тут в третьем разе мы увидели, двери ни черта не открываются. Короче, мой вердикт. Кому не лен, снимают такие фейк-видео, чтобы просмотры набраться. И людям на уши лапшу вещают. Ну и если кто все равно хочет перепроверить эти варианты инструкции, попробуйте на разной машине и пишите в комментариях об итогах ваших экспериментов. Может я не прав и все-таки работает какой-то из этих инструкций. Мой вам совет. Если у вас нет запасного второго ключа, всегда сделайте простую копию ключа и оставляйте дома. Если вдруг дверь закрылась и ключи остались внутри машины, ловим такси, мчимся домой, берем запасной ключ и открываем дверь. Если у вас нет запасного ключа, клонировать ключ целиком на новые машины слишком дорого. Но вот такой запасной ключ для экстренного открывания дверей есть почти на каждом машине и можно сделать ее копию. По-моему, так лучше, чем развивать стекло или вызывать специалиста по открыванию дверей. Ну и тут хочу попрощаться до выхода следующего видео. Пишем комментарии, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. И спасибо всем за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok